Многие из нас могут честно сказать, что мы не только думаем о своем здоровье, но и регулярно заботимся о нем. Март в медицине традиционно месяц заботы о женском здоровье, ну а как известно между женским здоровьем и здоровьем нации стоит знак равенства. Вот об этом в ближайшие полчаса меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. И кто же сегодня будет отвечать на ваши вопросы? Отвечать будет Андрей Орлов, главный врач Самарского областного онкологического диспансера. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Добрый вечер. Очень рады видеть вас в этой студии. Взаимно. Итак, если у вас есть вопросы, звоните, пожалуйста, к нам сюда в студию. А сегодня мы говорим о женском здоровье, потому что март месяц женский. Андрей Евгеньевич, я вот такие результаты опроса социологов сегодня в ночи нашла. Почти половина женского населения страны, 49 аж процентов, обращается к гинекологам для профилактики. Однако при появлении тревожных симптомов наиболее типичный сценарий поведения такой – ожидание. И если симптомы через какое-то время не проходят, то 59% бегут к врачу, а вот 14% могут обратиться за помощью к специалисту, только если ситуация заметно ухудшается. Ну, такая вот картина с одной стороны оптимистичная, с другой – 14% – это ведь довольно много. Это немало. Это немало. На самом деле так, но это свойственно любому человеку, а тем более женщине, которые, слава богу, у нас эмоциональны. За это мы, наверное, их и любим. Но на самом деле это свойственно людям. Когда ты сталкиваешься с какой-либо ситуацией, первая реакция защитная – это закрыться, это спрятаться, это не воспринимать. Да, может, пройдет само. Но никоим образом это не стоит делать. Потому что на самом деле, особенно если мы говорим о различных гинекологических заболеваниях или об фоновых заболеваниях молочных желез, все возможно предотвратить именно на первых этапах. Провести так называемую первичную профилактику. Это возможно, чтобы избежать уже более серьезных отношений. Ведь не случайно, если мы говорим об репродуктивной системе не случайно, каждая женщина должна минимум один раз в год обращаться в смотровой кабинет с осмотром акушерки и забором мазков и при необходимости уже осматриваться обязательно у гинеколога. Потому что, несмотря на то, что эти опухоли репродуктивной системы не занимают лидирующие позиции с точки зрения заболеваемости и смертности, тем не менее, это именно та функция, которая заложена природой. Если мы вовремя не предотвратим, а увы, чаще всего эти заболевания встречаются у женщин фертильного периода, то есть тогда, когда они необходимы именно для того, чтобы подарить новую жизнь, то на самом деле именно своевременная консультация позволяет предотвратить развитие онкопатологии. Да, молочная железа это тоже одна из самых грозных локализаций и, увы, вот если говорить о молочной железе, то в структуре заболеваемости она выходит у женщин на второе место. Вот мы уже порушили, собственно, мою стройную логику нашего сегодняшнего разговора, но отлично. Вы заговорили вот про эту локализацию, а что такое, Андрей Евгеньевич, происходит? Почему вот именно вот это заболевание так часто стало встречаться? Увы, потому что много факторов, которые приводят к развитию опухолевых процессов молочной железе, но в первую очередь это дисгормональные нарушения. Увы, чрезмерное употребление, неконтролируемое употребление противозачаточных гормональных препаратов. Увы, не использование по назначению этого органа, то есть отказ от естественного вскармливания. Увы, это тоже является одним из тех предрасполагающих факторов, которые приводят и повышают риск развития онкопатологии. Мы не говорим о тех факторах, которые, увы, связаны с здоровым образом жизни, точнее, с его отсутствием. То есть это курение, это злоупотребление алкоголем, это избыточная масса тела. Все это приводит к дисгормональным нарушениям, способствует развитию фиброзных изменений в молочной железе и, увы, повышает риск развития уже онкопатологии. Поэтому женщины однозначно ежегодно должны осматриваться врачами-специалистами. До 40 лет, если есть какая-либо уже проблема, то необходимо ежегодно проводить ультразвуковое исследование молочных желез у лиц старше 40 лет. Если нет патологии, то сегодня в программе диспансеризации не реже одного раза в три года проходить обследование, у лиц старше 50 раз в два года. Если есть предпосылки, если есть изменения в молочных железах, то ежегодное проведение маммографии. Это во всем мире, мы уже тоже неоднократно говорили, в том числе и в этой студии, что это единственный, доступный и достоверно доказанный метод диагностики. Андрей Евгеньевич, ну а вот, кстати говоря, есть некое недопонимание все-таки УЗИ или маммография, что нужно делать регулярно? Как я уже сказал, то есть до 40 лет, 35 чаще всего начинают изменения, это ультразвуковая диагностика, а вот старше 40 лет уже начинать маммографию. Это не исключает как дополнительный метод ультразвуковой, но основным будет метод маммографический. При необходимости уже есть сегодня возможность проводить и магниторезонансную томографию. А у нас с вами уже есть возможность отвечать на вопросы зрителей. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, у меня чисто гинекологический вопрос к доктору. Вот мне 72 года, у меня частичное выпадение матки. Пользуюсь самостоятельно, акушерским писарием. Боюсь идти на операцию, потому что говорят, что после удаления матки все равно опускаются стенки, мочевой пузырь. Да мне уже в таком возрасте страшновато просто. Что бы вы посоветовали? Спасибо. Я не знаю, насколько ваш вопрос, но попробуйте ответить. Я, конечно, основной посоветую. Все-таки необходимо провести консультацию с гинекологом и определиться, насколько серьезные изменения, чтобы выбрать тактику дальнейшего лечения и ведения. Потому что если идут постоянные мацерации, постоянные изменения со стороны слизистой, это повышает риск развития наших заболеваний. Поэтому вам все-таки следует обратиться к своему акушер-гинекологу и предпринимать уже меры для решения вопроса о дальнейшей тактики. За этим нужно однозначно следить. На студии сегодня главный врач самарского онкодиспансера Андрей Орлов. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Еще есть возможность позвонить к нам, задать свои вопросы. Мы вот уже заговорили про онкологию молочной железы. Но это, наверное, не единственная проблема женская в плане онкологии. Что у нас вообще? Какие антилидеры? Антилидеры, да. Антилидеры. Ну вот, как я сказал, лидирующие позиции, если говорим о женщинах, лидирующие позиции, это все-таки, увы, занимает на сегодняшний день молочная железа. Хотя отрадно одно, что это одна из тех локализаций, которая выявляется на первой-второй стадии в большем числе. И самое, что важно, если мы эту локализацию выявляем на первой-второй стадии и своевременно излечиваем, то риск полного излечения составляет до 90-95%. Шанс, прошу прощения, именно шанс. То есть люди становятся полностью здоровыми, если все своевременно выполнено, прооперировано и проведен весь цикл лечения. Я кощунственную вещь сейчас скажу. То есть получается, что надо радоваться, что именно вот если так, такая локализация, да? Потому что она поддается. Она поддается. На самом деле, надо выявлять, не надо бояться врачей. Вот даже в продолжении этого вопроса, если есть проблема, лучше обратиться к врачу своевременно, устранить ее. И тогда шансов продолжить эту счастливую жизнь в разы больше. Другие локализации. Это рак шейки матки, да, в общей структуре смертности. Он у нас где-то идет на четвертом-пятом месте. И это тоже та локализация, которую возможно предотвратить, потому что всегда развитию данной патологии пришествуют воспалительные изменения со стороны шейки, диспластические процессы со стороны шейки, которые протекают длительно на протяжении многих лет и приводят к этим изменениям. Соответственно, это возможно при хорошем наблюдении, при своевременном лечении у врачей-акушер-гинекологов, а сегодня есть все возможности, это возможно именно предотвратить и избежать уже грозных, серьезных заболеваний. То же касаемо и изменений, если мы говорим о раке матки. Да, самое неблагополучное с точки зрения выявления это опухоль яичников. Всегда, увы, зачастую с учетом этой локализации и отсутствия каких-либо достоверных клинических внешних проявлений, увы, зачастую выявляются очень поздно. Но опять-таки, если ежегодно мы осватываемся врачом-специалистом, проводим элементарно бимануальное исследование, то в разы снижаем риск уже возникновение запущенных стадий. Сегодня, когда опять-таки у нас ковид нас заставил очень много говорить о вакцинации, то когда мы говорим о раке шейки матки, то одним из предикторов, предшествующих факторов это вирус папиллома человека является. И сегодня тоже общепринятые методики, то есть девочек еще возможно прививать вот вирус папиллома человека, тем самым предотвращать в дальнейшем. Но это как ремень безопасности, да? Конечно, конечно. И это однозначно предотвращает и снижает риск развития уже таких серьезных осложнений, уже как диспластические процессы, связанные именно с хроническим воспалительным процессом. Андрей Евгеньевич, а вот какие тенденции на сегодняшний день касаемо, конечно, нашего региона? Мы по всем заболеваниям видим, что заболевания молодеют. Это раз, так ли это у нас. И второе, все-таки вот мы говорим очень много про раннее выявление. А больше-то приходит женщин на поздних стадиях или это не так? Мы пока, что называется, перевалили за 60-процентный барьер по раннему выявлению. Но, увы, этого недостаточно. Если говорим о молочной железе, там у нас выше 70%. Но опять вот эти два года ковида, когда, увы, мы вынужденно приостанавливали на очень длительные периоды времени диспансеризацию, профилактические осмотры. Когда у людей, опять-таки, психологический страх обращения за медицинской помощью, потому что очень много именно инфицированных пациентов в поликлиниках. Когда врачи первичного звена работают с колоссальной перегрузкой именно по оказанию помощи больным с коронавирусной инфекцией. Увы, вот эта ситуация дала отрицательные плоды. Увы, мы недовыявляем на сегодняшний день онкологические заболевания. И мы прекрасно понимаем, прогнозируя, что повышается риск, увеличиваться будет доля запущенных заболеваний. Почему мы неоднократно и в прямом эфире, и в различных средствах массовой информации говорим? Сегодня, если нет возможности обратиться в поликлинику, там перегрузка. У нас есть Центр амбулаторно-онкологической помощи, которые готовы и принимают на скрининговые методики исследования, в том числе на маммографию. Там есть цифровые маммографы. Записывайтесь, обращайтесь туда. Потому что самое главное для нас и для пациента – это время. Когда уже пациент выявляется на поздней стадии, мы очень часто слышим в свой адрес вопросы. Вот выявили на поздней стадии, еще расписывают огромный объем обследований. Нас не начинают своевременно лечить. Да, чем позже мы выявляем, тем сложнее нам подобрать методику, которой пациент может быть чувствителен, которая даст минимальный риск осложнений. Поэтому здесь, увы, мы обязаны в соответствии с теми протоколами, которые сегодня зарегистрированы на территории России, мы обязаны провести эти исследования, чтобы подобрать именно то лечение, которое позволит не излечить, а, по крайней мере, продлить эту жизнь. И такие возможности тоже на сегодняшний день есть. И это очень важно. Давайте сейчас посмотрим сюжет из онкодиспенсора, потом продолжим разговор. Самое распространенное онкологическое заболевание – рак молочной железы. Ежегодно в Самарском онкоцентре проводят более тысячи операций. Елена Рогожкина пережила уже три. О своем диагнозе Елена узнала в 2016 году. Девушки, чаще обращайтесь в клинику, не бойтесь, наблюдайтесь, берегите себя. На протяжении всего времени, сколько я здесь получаю лечение, оно мне, слава богу, идет на пользу. То есть оно длительное, оно не быстро, не все сразу, но комментарии, как сказать, то, что идет на улучшение. Областной онкоцентр обладает всеми необходимыми ресурсами для помощи женщинам с заболеваниями молочной железы. Современные оборудования, высокая квалификация врачей и инновационные подходы в комплексе помогают победить недуг. Медицина не стоит на месте, и мы постоянно совершенствуем свои хирургические и терапевтические навыки в борьбе с данной онкопатологией. На базе онкологического отделения опухолей молочной железы номер один выполняются радикальные операции, в том числе с сохранением молочной железы, различные варианты реконструкции молочной железы при необходимости полного удаления органа, который включает в себя как искусственные материалы, так и реконструкцию собственными тканями. Чаще всего диагноз выявляют у женщин после 40 лет или у тех, в семье которых люди с онкозаболеваниями. Лучшая профилактика здесь – это регулярные обследования. Вот с учетом нацпроекта здравоохранения и региональной программы борьбы с онкозаболеваниями, я совершенно точно знаю, что вы в рамках этих проектов обогатились хорошим оборудованием. Вот какие более, может быть, современные, новые методы диагностики появились с учетом этого арсенала? В первую очередь мы, вот благодаря реализации в рамках федеральной программы регионального компонента, мы смогли оснастить центры амбулаторно-онкологической помощи. Их уже сколько, Андрей Евгеньевич? На сегодняшний день их уже шесть. И вот что очень важно, то, о чем я уже говорил, то есть они оснащены, если мы говорим о сегодняшней теме рак молочной железы, то они оснащены маммографами цифровыми. То есть это что значит? Это то, что у нас имеется возможность пересмотра, получения второго мнения на уровне специалистов уже спецучреждений, онкодиспансера нам отправляют. Мы можем проконсультировать эти изображения в федеральном центре, если это требуется, и все эти снимки хранятся в архиве. То есть через год, если меняется как-либо ситуация, нам есть с чем-либо сравнить. Потому что, да, аналоговые изображения тоже в архивах хранились, но, как прекрасно мы понимаем, то протекло, то потеряли, то еще что-либо происходит. Здесь цифровые изображения есть, и мы можем их отдавать пациентам, на диск записывать или на флешку, чтобы у них тоже была эта информация. Вот это самое главное именно для того, чтобы раньше выявляли, потому что основная задача по раннему выявлению ложится на плечи именно первичных медицинских организаций. Если говорить о специализированных учреждениях, то же мы сегодня говорили, мы как служба за счет именно реализации программы позволили себе приобрести магниторезонансный томограф с программой маммографических исследований, что тоже очень важно. И даже не столько зачастую в рамках выявления, хотя у молодых девушек эти методики иногда носят ведущий характер, сколько уже для оценки и прогноза лечения тех изменений, которые зачастую мы выявляем в молочной железе. Поэтому это тоже одна из тех серьезных методик, которые есть у нас на сегодня в арсенале. Но, что немаловажно, это и те возможности, которые мы получили по использованию лекарственных препаратов. Мы говорим о том, что, увы, пока доля запущенных пациентов высока, соответственно, наша задача и врачей, и пациентов максимально продлить жизнь, даже если процесс у тебя распространен. И это позволяет нам, такая возможность позволяет нам использовать персентифицированные медицины, то есть подбора, индивидуального подбора препаратов, таргетных, многие уже об этом знают, интернет читают, иммунологических. То есть эти препараты тоже есть в арсенале специалистов, и мы проводим уже генетические исследования конкретной опухоли, исследования рецепторного аппарата конкретной опухоли и определяем, насколько и к чему чувствительна та или иная опухоль. Да, есть разные виды опухоли. Иногда опухоль нечувствительна к каким-либо препаратам, и идут базовые, стандартные, жестокие, жесткие схемы. Но, тем не менее, такая возможность есть. У нас появились новые лучевые ускорители, которые максимально безопасно позволяют облучить именно ту зону, где локализован опухоль, конформная лучевая терапия, MRTI терапия, то есть с максимальным ограничением повреждающих факторов на здоровой ткани, что немаловажно, потому что, когда мы облучаем область опухоли молочной железы, то, увы, у нас зона легкого, зона сердца. И чтобы минимизировать риски осложнений, те методики, которые используют, сегодня есть также в арсенале. У нас есть стереотоксическая лучевая терапия. Это, если говорить простым доступным языком, кибернож. То есть раньше мы отправляли в другие регионы, теперь у нас эта возможность есть. И поэтому эти методики тоже используются уже, как мы говорим, в рутинном формате, потому что это уже не первый год. Мы имеем возможность их использовать и применять для наших жительниц, для жительниц нашего региона. А какие основания есть для отправки пациентов тогда в какие-то федеральные, региональные центры? В основном теперь вы все можете делать здесь? Весь основной спектр, в том числе и по высокотехнологичным опухолям, мы можем делать здесь у себя, если вот мы говорим о репродуктивной системе. Но опять вот здесь ковид пошел нам на пользу. У нас появилась возможность, когда пациентам зачастую нужно второе мнение. Они хотят знать, а правильно мы их лечим или нет. И если раньше пациенты вынуждены были брать направление и ехать сами в федеральный центр, и в рамках общей очереди попадать, то сегодня появилась возможность проведения телемедицинских консультаций. То есть мы загружаем все, в соответствии с клиническими протоколами, загружаем все диагностические исследования, те методики, которые предлагаются пациенту, и федеральный центр или соглашается, или дает свои рекомендации по изменению, или если это редкий вид опухоли, сложный с точки зрения диагностического процесса, именно морфологической диагностики, а для нас самое важное, это не столько зачастую распространение процесса, сколько именно морфология опухоли, то есть чтобы было понимание, какая ткань и к чему она чувствительна. И направляя в федеральный центр, уже если федеральный центр приглашает к себе на методику, пациент уже едет к конкретному врачу, конкретное время, уже на понятную методику лечения. И поэтому это на самом деле значительно облегчает и работу наших врачей, потому что если подтверждается выборная тактика лечения, то и у врача есть понимание, что все он делает правильно, а главное, что у пациента есть доверие к этому врачу, что он назначил правильную. Ну то есть врач на это не обижается. Это наоборот большая помощь на сегодняшний день, и это все прекрасно понимают, потому что самое трудное, и то, что у нас всегда зачастую происходит, это вот отсутствие коннекта, консенсуса, да, между врачом и пациентом. Времен звонок, да, Андрей Евгеньевич. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас... Мне вот такой вопрос. У меня здесь 50 лет. Собственно, она уже вступила, у меня вступила менопауза, и вот совсем недавно у нее выявили рак груди. Скажите, пожалуйста, а вот менопауза в 50 лет, ну в таком как бы нормальном возрасте, может провоцировать рак груди или нет? Опять мы уже говорили, то есть 50 лет – это тот возраст, который, увы, может приводить к развитию онкозаболеваний. И я сегодня уже говорил, что именно у женщин старше 50 лет при отсутствии какой-либо до этого патологии не реже, чем раз в два года необходимо проводить исследование. Но чтобы отвечать на данный вопрос, нужно провести определенное анкетирование и понять, может быть, какие были еще для этого предшествующие факторы. Но раз случилась эта ситуация, значит, необходимо настраиваться на лечение и лечиться. Андрей Евгеньевич, мы же с вами про женщин говорим, как вы сказали, они эмоциональны. Любая женщина хочет быть не только здоровой, но еще и красивой, и не чувствовать себя стесненно в обществе. И вот в связи с этим какие новые методы появились в лечении? Всегда же, наверное, хочется сохранить больной орган и остаться как-то потом. Да, самое главное на сегодня, и то, что очень часто задается, это сохранение эстетической составляющей, то есть форму, молочную железу и сохранить ее форму. Но вот в сюжете уже сегодня было сказано, Максим Валерьевич говорил о том, что мы имеем возможность использовать все виды реконструктивно-пластических операций, вплоть до того, что с сохранением и альвеолярного контура сосковой области, то есть используют пластику и собственными тканями, и возможность использования эндопротезирования. Более того, все это на сегодняшний момент входит в систему обязательного медицинского страхования, и если нет никаких противопоказаний, есть возможность проведения пластических вмешательств одномоментно на этапе удаления опухоли, но иногда проводятся отсроченные пластические вмешательства, то есть изначально ставится эспандер, поддерживающий форму, а в последующем идет замена уже на эндопротез. То есть сегодня это доступно, сегодня такая возможность появилась. Как быстро вы прощаетесь с пациенткой после операции? Я имею в виду, понятно же, что требуется, наверное, длительное восстановительное лечение, у многих даже и не один год, быть может. Нужно ли пациентке думать самой о том, где и как восстанавливаться, либо она может в онкодиспансере всю эту программу пройти? Все зависит, опять-таки, от стадии, от морфологии опухоли, от ее рецепторного статуса, от распространения процесса. Но самое, что немаловажно, это, совершенно правильно вы заметили, это реабилитация. Это то, что в Самарском регионе здесь, я считаю, ему повезло, потому что были сподвижники, кто не побоялся начать использовать реабилитационные физиотерапевтические, как в простонародье говорится, методы еще более уже с 2004 года, то есть фактически 18 лет, уже это внедрено в регионе. Да, тогда мы использовали в основном амбулаторные методики. На сегодняшний день у нас появилась возможность, и мы один из тех первых регионов, наверное, кто уже имеет возможность и стационарной реабилитации. То есть у нас мы открыли так называемый второй этап реабилитации как раз именно в большей степени для женщин, прооперированных по поводу рака молочной железы. То есть когда мы пациентку выписываем и не просто отправляем домой, как зачастую было раньше, а она требует более серьезных вмешательств, поддерживающих с точки зрения перевязок, дополнительных физиотерапевтических методов лечения, мы женщину оставляем на койке у себя в стационаре, она проходит второй этап реабилитации, восстанавливается, и дальше мы уже выписывая ее, даем рекомендации, какие методики реабилитационные мы можем и должны ей продолжать уже при посещении амбулаторного подразделения нашей реабилитационной службы. Поэтому это одно из тех направлений, которые в России только-только начинают зарождаться реабилитация онкопациентов. Мы, имея возможность уже при хорошем оснащении, можем эти методики совершенствовать и развивать, потому что вот начали мы именно с молочной железы, в перспективе у нас это и тракальные больные, и пациенты абдоминального профиля, которые также будут уже проходить реабилитационное лечение в наших стенах. Я вот в завершении сегодняшней программы хочу такой риторический, философский, наверное, вопрос вам задать. Онкология – это такая область, которой все боятся, когда страшно, когда тревожно. И в онкоцентре, конечно, очень хочется встретить вежливых, тактичных, внимательных докторов. Скажите, пожалуйста, а существуют какие-то программы у вас внутри коллектива? Занимаетесь ли вы с докторами? И проходит они какое-то обучение? Вот поэтому как раз коммуникациям и прочим. Да, это одна из тех, на самом деле, больших проблем. Именно отсутствие нарратива между пациентом, врачом. То есть не дают той информации, которую пациент хотел бы услышать. А если дают, то зачастую не в той форме, в которой необходимо. И самое, что основное, то есть помимо того, что у нас проходит регулярно, мы проводим тренинги, наш профсоюзный комитет это организует, тренинги для специалистов-первостойников, это регистратуры, плюс мы первые тоже были регион, кто с Ассоциацией онкологов России провели тренинги с врачами. То есть тренинги именно с психологами. Как нужно общаться, как нужно доводить информацию, в каком форме, а самое главное, как не идти на провокации, на поводу. Андрей Евгеньевич, благодарю вас за участие в нашей программе. Мы сейчас, наверное, поздравляем женщин с наступающими праздниками и желаем им здоровья, конечно же. Конечно, дорогие и любимые наши женщины, не случайно мы в марте все время говорим о здоровье, потому что вы олицетворяете нашу жизнь, вы олицетворяете рождение новой жизни. У вас есть время только сказать, будьте здоровы. Хранительница очага. Будьте здоровы. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова